добро пожаловать на канал люся вышит всех приветствуем и новое видео мы с вами начинаем не с вышивки а с веночков у нас тут и саша организовала мини-группу и мы решили все сделать новогодние веночки вот саше где-то надо было веток всяких разных украшений и прочих приблуд так что вы смотрите что у нас получилось мы делали вот из таких соломенных штучек сначала нужно было обшить скажем так все ветками а потом уже добавлять украшения у девчонок веночки побольше а я себе взяла как раз чуть поменьше сантиметров 30 примерно идеально подходящий для того чтобы поместиться у меня на работе в шкафу так что вот так вот буду постепенно вам показывать как он получается у меня уже тут небольшой перерывчик а девчонки все еще обшивают свои побольше веночки тадам тадам и сразу результат семен вечерязым тут лежит а это мой готовый веночек да он у меня светится но я решила не сильно перемудрять с украшательствами вот столько всего налепила и решила вот мне прям хватит и достаточно очень мне понравилось особенно эти саночки такие уже миленькие-примиленькие и дед морозик есть ну в общем все как надо саша также апельсинки всякие сушила получилась красота ляпота сейчас вам наверно вставлю еще кадры что получилось у девчонок вся junto с наших метров и визуэльhood и они и 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 а а а а а а а а а пара недель а ну вернее вышивалась конечно но очень очень мало а хотелось бы чтобы наборчики продвигались новые вот уже в очереди стоят спрашивают когда их начнут а я все никак и хотел показать вам ну с стаканчиком вы уже со стаканчиком знакомы это у меня здесь интересное что-то это мачо латте банана и ванила от тет я выношла случайно в магазине и решила что нужно попробовать какие-то новые неожиданные вкусы я наверное вам отзыв на этот напиток оставлю чуть попозже потому что сейчас я вот его залила и он невероятно горячий так что немножко придется все таки подождать я думаю вот уголочек и и полностью все запилюкать беленькими крестиками потому что здесь уже только эта часть и осталась как видите на превьюшечке не вся схема нарисована я не дорабатывал этот носик он здесь был на схеме но не показан на превьюшечке не знаю уж зачем возможно это какие-то авторские штуки дрюки ну вот так вот так же на этом на этой вышивке нет бисера бисера нет но и бэкстича тоже нет так что это еще предстоит нам и вместо мяу я планировала сделать бася и возможно это тот момент который меня останавливает почему эту вышивку откладываю потому что требует это немного креативности нужно ровно разместить надпись если получится криво придется переделывать и так далее и возможно поэтому я так немножко эту работу откладываю вышиваю я здесь на персиковые винтажные свои гортконюшечки в оригинале была абсолютно белая но так как я переделывала мордочку под басю баси у меня беломордочная белощечная поэтому конечно белый на белом совсем уже наверное не смотрелось бы а вот на таком цвете будет немножко видно все равно здесь будет бэкстич здесь будут какие-то шерстинки поэтому мордочка будет выделяться но мне хотелось чтобы оно было не на абсолютно белом фоне вот такие биржульчики два наборчика в каждом из них тут ну хорошая вышивальщица на один вечер я думаю на один присест но у меня все тянется и тянется и никак не вытянется надеюсь что будут продвижения так что будем с вами встречаться также параллельно где-то буду сейчас снимать видео о том о том о том брала брала просила у вас как-то вопросики чтобы вы мне позадавали всякие разные кем работаешь с кем живешь и прочее подноготное тоже буду параллельно делать это видео надеюсь оно выйдет даже быстрее чем эта неделя потому что там особо-то вышивать показывать продвижение не нужно можно просто я думаю повставлять какие-то видео которые не попали в предыдущее видео или просто какие-то красивые кусочки отрезочки чтобы вы могли спокойно вышивать себе сидеть а я могла между делом рассказать вам о том что вас интересовало так что до скорых скорых встреч а в белостоке в командировке мы встретили вот такого сладкого котика который нас обслуживал в ресторане я имею ввиду конечно же робота значит он все знает куда идти но разносить вот пока что блюдо не может ему нужен помощник но он очень приятный и кстати говоря дяденька сказал что он еще умеет хэппи безды петь я кстати кушала мясо в свекольном малиновом соусе необычно но очень даже вкусно а вот и дорогая наша котя поближе вот такая народосная и приятненькая лапушка обожаю кофе-брейки и перерывы за окном у нас еле видный летед сноу потом его конечно же не будет но сейчас есть и моя любимая кружечка со мной всегда и везде мы уже в варшаве приехали смотреть на красивых белых птиц железных на самом деле мы летим в командировку так что приятное утро начинается с аэропорта шикарно котики признаюсь честно я для вас снимаю но все практически без голоса нужно будет озвучивать мы с вами прилетели в барселону сегодня какой-то там декабря 8 или 9 вышивки в моей жизни пока что нет только командировка на командировку с командировкой но покажу вам хотя бы номер что тут у нас происходит очень интересное кресло такое с низкой спинкой но мне кажется что оно должно быть удобное как раз и тут у нас кровать как эта бегущая женщина вот такой миленький достаточно номерок у меня примерно 40 минут до следующей встречи и закончится она ночью так что вряд ли конечно крестики сегодня войдут в планы еще кстати из интересного у меня угловое окно я не помню чтобы я такое когда-либо видела вид конечно ну захватывающий немножко но то что окно угловое это очень даже прикольно вы когда-нибудь видели угловые окна может быть у вас они есть а я-то сижу и не знаю что такое есть в общем пошла собираться по быстренькому посмотрим что будет дальше если что вам какие-нибудь фотографии покажу что я там кушаю вот так что пожелайте мне удачи я надеюсь вы держите за меня кулачки и к сожалению ждете это видео которое когда-нибудь точно выйдет вот мы уже и летим назад вы видели братиславу я нет только чуть-чуть из окна автобуса буквально два с половиной здания надо будет обязательно вернуться я по сути в самолете провела примерно столько же времени сколько и в командировке но шучу конечно но там у нас просто встречи были за встречами так что увидела только людей а страну не посмотрела зато в окошко теперь наблюдаю за птицей железной ехуууу Варшава встречай еще примерно часик пересадка и самолет на гданьск и я буду дома обнимать свою босюльку Доброе утро, котики Я решила начать новую вышивальную неделю Хотя еще ничего не знаю про вышивку Но сегодня у нас такая солнечная погода И в то же время лежит снежок И я решила, вам точно нужно это знать Нужно это вам показать Ну и заодно как-то начать новое видео Возможно, это будет мотивацией к тому, чтобы наконец-то смонтировать старое Вот, я надеюсь, у вас там хорошее настроение Я надеюсь, что у вас не очень холодно У нас в среднем минус 3 зимой Так что достаточно приятная погода Конечно, поляки жалуются Но поляки, в принципе, жалуются всегда Это их национальная особенность Вот, потому что вот у меня шеф жаловался в командировке Что так холодно, так холодно Я говорю, ребята, холодно, это в Москве минус 30 Вот, в общем-то, желаю вам хорошего настроения Надеюсь, скоро покажу вам крестики У нас тут с вами вечер, воскресенье Вы издалека можете слышать Иру Она шуршит, потому что она увидела мой шкаф И теперь она занимается уборкой Походу, я потеряла человечка, но Что ж, я вышиваю Басю Вот тут вот щечку Не видно почти ничего И вот здесь уже с глазиком я закончила Вот так вниз пошла Контур сделала И буду вышивать крестики потихонечку А Ира тут вышивает Хотела бы вышивать Возможно, хотела бы Ну, не знаю Уборка все-таки превалирует Это домик от Жарптицы Такой из... Как вам объяснить? Ну, вот так, может быть, понятнее будет Значит, на заднем ряду там... Ах, в общем, знаете что? Я вам вставлю превьюшку Красный домик Двусторонний Одну сторону я уже как-то вышивала А вторую вот сейчас вышивает Ира на пластике И она говорит, что возьмет эту работу В мини-путешествии в январе Потому что Как раз на пластике достаточно удобно И крестики Приятнее ложатся И вообще, ну, как бы Держишь в руке И все шикарно Вот Так что такие у нас небольшие посиделочки Ира шуршит Потеряна для общества А я вышиваю Люся приехала домой И началось невероятное метелище Я не знаю, что это вам видно или нет Вот, наверное, на доме видно Очень сильно метет А я собралась на 8 вечера вообще-то На зумбу пойти Ну, не знаю, как пойдет Потому что Пока что заметает мощно Надеюсь, завтра в сугробе Откопать свою машину У нас тут появился новый друг И Бася вовсю Следит за ним Что здесь происходит Немножко боится его Ну что ж Посмотрим, как робот справится Со своими заданиями Пока что он Оббежал все вокруг Отметил, где у него стены, видимо А сейчас уже пошел по внутренностям Шерстиночки собирать Бася вокруг него ходит Чается Делает вид, что она его не замечает Но все-таки немножко боится пока что Поэтому мы Робот пока что вместе Наблюдаем за ним Присматриваем все Чтобы Бася не испугалась Или нет Пока у людей там Суета Мы тут С кошками Катюнемся У меня уже есть тут Кофеечек Чипсики И праздничные печеньки Так что в принципе Я счастливый гость Пока все остальные Что-то ищут Я уже тут Развлекаюсь Как вы уже поняли Мы приехали к Саше И крестики все-таки были Но не у меня И не вот прям сейчас Саша Начала лисичку От Барбары Анны Смотрите Какая лепатичка будет Какие крестики ровные Вообще Саша кстати Делает крестики В мою сторону А не в ту В которую Ира Обычно вышивает Да Я вот кстати Ну как начали замечать Так уже и обращаем Внимание на это Вот лисичка будет шикарная Вы ее все знаете Я вам превьюшечку вставлю Саша решила Вышивать на голубой Конве 14-го каунта Я ей уже Некоторые ниточки Привезла Так что Будем ждать Красавишну лису А тут у нас Коты играются Вот такие красота Саша с ними тут Разбавляется Как может Коты Ну коты с вами Тусоваться конечно Не очень хотят Потому что у них тут Поинтереснее дела есть И забавы Такие у нас пирожулечки Пауза на видео Мы не хотим Чтобы это осталось На ютюбе Выходные И погода Кайфушница просто Немножко совсем У нас туманчик прибежал На дворе у нас 20 какой-то декабря Почти что Новый год И солнышко Сегодня вылезло Так приятно Вот и немножко Туманненько Я сейчас собираюсь К Ире Будем с ней тусоваться Снимать немножко Видео Я надеюсь Все У меня 3 дня выходных Я собралась Серьезно Взяться за все видео Надеюсь Я вас не подведу И будет много Приятного контента Котики Прошло буквально 5 минут Куда все исчезло Извините Пожалуйста У нас не прогрузился город Баська Тут тоже что-то В шоке Что происходит Баська Смотри Гданьск Куда-то пропал Что происходит Ты не знаешь Затуманило Все Совершенно Даже птичка Не знает Куда летит Семка Так Сначала Я тебе Подарю Маленькую Игрушечку Мне Допрось Маленькую 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро выходного дня! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в DimaTorzok Шикарный наборчик! Здесь, нашей Зайки Немножко переделала бусики В оригинале они должны были быть Из фразилочков И просто ниточки я добавила бисерочек Также я немножко переделала фразу Потому что во фразе должны были быть бэкстич Я сделала все в одну ниточку Бэкстич, конечно, дробный и на конве достаточно твердый. Это помогите! Очень сложно. Вот. Шикарный наборчик. Я считаю, что всем стоит вышивать, у кого он есть и у кого его нет. Очень мотивирующий. Надеюсь, что пойдет на подарочек. Я успею купить для него рамочку. Вот. Так что держите за меня кулачки. Если говорить про ниточки, осталось ниточек очень много. Точно 100% хватит на второй отшив. Почему осталось их так много? Потому что здесь в наборчике предполагалось, что большинство крестиков будет вышиваться в три ниточки. А я этого не делала, поэтому ниточек осталось примерно дохренище. Но ниточки это старая гамма, поэтому я их оставлю. Они реально клевые. Мне нравятся их качества. Они блестят. Они шикарные. Нет вообще никаких к ним претензий. Выглядит чудесно. Наборчик классный. Прям ну вообще-вообще. Очень приятный. Я рада, что я его завершила. До Нового года, потому что тут реально оставалось три с половиной крестика. Ну, единственное, что этот бэкстич, конечно, нужно было пересидеть. А так просто шикарная работа. Это мы передаем снова привет Тане, которая в Гданск не приехала. Вот. Наташа с мужем приехали, а Таня не приехала. Привет тебе, Таня. Как твои дела? Вторая работа, которая закончилась у нас тоже на этой неделе. Сегодня, я напоминаю, 26 декабря у нас. У вас не знаю, потому что еще монтаж ведет, как видите, совсем не совершен. И это наборчик Мяу от Dimensions 72, 75, 983, если кого-то интересует в жизни артикул. Должен быть на диаметром 15,2 см. Такой он и получился. Я меняла здесь конву на светло-бежевую, такую бежво-персиковую, винтажную от Свайгард. А в плане была белая-белая. Но так как кошка у меня тоже белая, вы видите, можете посмотреть разницу. Я делала кошку, подстраивала полностью под Басю, то на белом фоне, мне кажется, совсем потерялась. Поэтому я взяла вот такой немножко персиковый оттенок. И, кстати говоря, у нас на улице пасмурно и дождливо, но хорошо передается именно эта ткань, что она не белая. Я, значит, переделала весь окрас полностью, и ушек, и мордочки. Глаза оставила такие же, потому что Басю у меня зеленоглазка, как и я. И снизу я добавила еще бэкстич, потому что вот здесь снизу не планировался вообще бэкстич. Я сделала светло-серым, просто кантик, потому что, ну, не всегда у нас на улице пасмурно, а и не всегда было видно, что где-то есть крестики, а где-то нет. То есть эта кошка все-таки немножко сливалась с коллективом, скажем так. Вот такая шикарная работа у меня получилась. Сверху я меняла надпись, как вы видите. Я сделала сердечко. Вот такими ниточками, которые мне подарила Оксана. Большое привет и спасибо. С415 – это сатиновые ниточки. И, как видите, проблема небольшая только в том, чтобы их хранить, потому что нужен отдельный пакетик. Не очень-то их куда-то сложишь, они достаточно скользкие. Но сердечко, я вам скажу, блестит волшебно. Возможно, нам камера передаст. То есть по сравнению с остальными ниточками, вот Dimensions тут и DMC сверху, сердечко просто по-настоящему серебряное. Если говорить про надпись, то я делаю ее ниточкой тоже от DMC. И она вот такая прям цветная вся. То есть сначала на букве B я начала экспериментировать с цветами, которые здесь были. Я розовые к зеленому добавила. А на Ася, я уже просто взяла эту ниточку и поняла, что она мне шикарно подходит как раз здесь. И что нечего тут перемудрять. Нужно просто брать ее и вышивать, закрывать крестик за крестиком. Так у меня и получилось. Единственное, что из этой ниточки, эта ниточка, кстати говоря, номер 4500, это DMC, Color Variedad, насколько я помню. И... Да. Calories, это Calories. Не Color Variedad. Color Variedad, он такой более плавные переходы. Я вырезала самые светлые участки, самые светло-зеленые и самые светлые розовые, потому что совсем не видно было на этой конвушечке. Работа готова. Мне подарила этот наборчик Лена. Большое-большое спасибо. Передаю привет. Наконец-то он готов. И так как пяльцы у меня сейчас заняты в третьей работе, я сейчас постараюсь их освободить, вот эти пяльцы туда переставить, а те сюда. И у меня все, будет уже готовая работа. Будет оформлена в пяльчики. Осталось только забить куда-нибудь гвоздь или просто красиво куда-нибудь поставить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кстати говоря, забыла сказать, что мы с Ирой в рамках уборки нашли большой пучок белых ниток, и я не смогла определить, от чего они. Мы его выкинули. Оказалось, что это был пучок ниток от этой кошки. И я уже начала вышивать белый, потому что белые, они разные у JP Coats, у Dimensions. Ну, в общем, все ниточки белые, они на самом деле разные. И была небольшая проблемка, но я нашла Деда Мороза от Dimensions. У меня был наборчик, я нашла там белые ниточки и закончила эту моську. Но было немножко, конечно, крипи, потому что, ну, где я вам такой Dimensions-овский белый цвет найду. Вот. Но все закончилось хорошо, тут не так уж и много нужно было белых ниточек, так что я очень и очень рад. И последний наборчик, который вышивался на этой неделе, опс, простите, великодушно, это у нас Moonlit Cabin от Dimensions. Я его сильно вам приближать, пожалуй, не буду, потому что он начинает себя не очень всегда приятно вести на камере, хотя вот так хорошо. Ладно. Пока не дышу и рассказываю, что я здесь вышивала. Я здесь начала немножко вышивать сугроб и вот с этой стороны белые крестики и вот здесь позаполняла цветным. Но не сильно, как бы, старалась вчера вечером уже выбирать светлые цвета, потому что на светлым, светлыми крестиками еще более-менее как-то шло на 18-й конве, а темными вечером это вообще, конечно, катастрофа. Так что темные старалась в работу не брать, только вот светлые какие-то участочки. Вот. Работа продвинулась, я думаю, крестиков на 300, но, в принципе, тоже результат, маленький, но результат, потому что лежала и скучала. Мне кажется, как раз зимнее время, сейчас очень даже здорово вышивать эту работу. И я смотрю, тут дальше какие-то очень темные участки. Я вообще что-то превьюшечку давно не видела, честно говоря, я думала, тут все будет в снегах, но нет, тут еще какая-то речка планируется, немножко даже желтеньких ниточек. Мне на этой работе офигенски, как нравится желтый и оранжевый цвет, на темно-синем фоне это просто вау, восторг, восторг. Хотя, где снег, я смотрю, в большинстве случаев он тоже не белый и вышивается достаточно приятно. Вот. Надеюсь, что буду продолжать эту работу, пока зима. У нас снега каля-наля, вообще нет, у нас какой-то противный дождик сегодня. Ну, возможно, на Новый год выпадет снег, и вообще снег уже два раза был в Гданьске, что для зимы вот. Значит, желаю вам хорошего настроения. Если вы католическую Пасху празднуете, то я желаю вам приятного Рождества, конечно же. Вот. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Дорогие котики, не стесняйтесь, пишите по поводу и без, просто пообщаемся. Надеюсь, что вам понравились все три работы, которые были, вышивались на этой неделе, две из них прям даже закончились. Мне прям очень понравилось, машинка Тани, я не могу. Ребятушки, я когда ее увидела, я говорю, Таня, мне такое надо. Она такая, я тебе отдам остатки. Я говорю, Таня, я такое не вышью. Она говорит, ладно, я вышью для тебя. Представляете? И вот на одном видео у Тани, она рассказывала о, по-моему, о планах на следующий год, и там мы стояли две эти машинки, одинаковые, одна с сердечком, это моя, а вторая просто вот красная, ну, такая же абсолютно, только без сердечка. Вот. Так что заходите к Тане созвездия крестиков, и смотрите, у нее там офигенные планы и старты, и вообще. И Таня, пожалуйста, запланируй на один больше старт, очень надо, просто без объяснений, без причин. Вот. Значит, я желаю вам счастливого Рождества, я желаю вам приятных праздников, возможно, мы увидимся еще до Нового года, если Люся соберется с духом и снимет немножко видео. Я надеюсь, что наши с вами общие желания сбудутся как можно скорее. Я желаю вам не подать духом, не унывать, хорошего настроения. Я надеюсь, что вы прекрасно отмечаете и немножко отдохнете на эти праздники, и что у вас обязательно будет время на крестики. А я с вами прощаюсь и надеюсь, до скорых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok